Стихия в Сузахском районе Джалабадской области унесла жизни шестерых человек. Трагедия произошла около двух часов ночи. Жители четырех домов просто не успели выбежать из дома. Трое из погибших – дети не старше шести лет. Житель села Кырджол Мойдун Абдрахманов стал очевидцем трагедии. Оползень накрыл его дом. Мужчине чудом удалось отвезти домочадцев на безопасное расстояние. Только его жилище теперь непригодно для проживания. Сначала задул сильный ветер, потом сошел сель. Я понял, что что-то надвигается и успел вывезти детей. После оползень и все накрыло. Побежал к соседям, два часа не мог прийти в себя. Сразу после схода оползня в село прибыли спасатели МЧС. Помощь людям поступила незамедлительно. Семьям погибших от аппарата президента передано по 100 тысяч сомов. От правительства – 50 тысяч, пострадавшим – по 20 тысяч сомов. На место происшествия в срочном порядке вылетел президент. Главу государства здесь ждали. Около 200 человек собрались, чтобы рассказать Алмазбеку Атамбаеву о своих проблемах. В первую очередь люди просили выделить им участки под строительство жилья. Спасибо президенту за то, что он не оставил нас в трудную минуту и приехал узнать о том, как мы сегодня себя чувствуем. Мы просили бы вас оказать нам помощь в выделении земельных участков. Говорят, что их нет. Но нас мало и уверен, что для нас подходящее место найдется. В Сузакский район сели опасные. Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций предупреждали об этом людей не раз. Многие семьи признались, живут здесь вынужденно. Оставить все нажитое не могли. Президент распорядился переселить 8 пострадавших семей в безопасные районы и построить им новые дома. В срочном порядке необходимо переселить 8 семей, которые больше всего пострадали, а затем заняться остальными. Эти вопросы надо решить своевременно. Эти семьи не должны нуждаться ни в чем. Глава государства также дал указание министру транспорта рассмотреть вопрос реабилитации внутренних дорог села и изыскать на эти цели необходимые средства. В селе Кырдёл проживают более 80 семей. МЧС продолжает проверку аварийных домов и подсчитывает ущерб. Проблемы Джалабадской области поднимались на встрече президента с ее активом. Энергетика, реализация крупных проектов, вступление Кыргызстана в ЕАЭС, сельское хозяйство и, наконец, межэтническое согласие. Вот далеко не полный список обсуждаемых вопросов. Цель вот таких вот встреч – понять, как живут люди в регионах, о чем они думают и принять общее решение. Пожалуй, еще никогда не было такого открытого разговора между президентом и жителями. Для того, чтобы люди говорили «открыты», они даже попросили провести встречу без проседствия журналистов. А вот увидеть, как будет действовать в экстренных ситуациях бригада специального назначения «Ильбирс» журналистам было интересно. Войсковая часть в селе Кунгчангах Джалабадской области обновлена полностью. Здесь и учебный полигон, конференц-зал, места для отдыха. Праздник здесь двойной – открытие нового здания казармы и участие в нем главнокомандующего президента страны. Военное сословие всегда было надежной опорой государства. И поэтому военным, как заявил глава государства, будет уделяться особое внимание. Государство должно изменить свое отношение к армии. Если до этого страна оставляла солдат без сапог, то теперь строятся вот такие современные военные городки. А новое обмундирование и вооружение достойны гордости. В течение года военные формирования Кыргызстана будут укомплектованы обмундированием и полностью перейдут на новую форму. Бригада специального назначения «Ильбирс» у руководства страны на особом счету. На прошлой неделе спецназ принял участие в военных учениях ОДКБ. Они преодолели тысячи километров от Джалабада до Душанбе на военной технике. Солдаты показали самые лучшие результаты. Основная цель учений – не только проверить боеготовность соединений, но и понять, насколько успешно идет армейская реформа с созданием генерального штаба. Я разговаривал с секретарем ОДКБ Николаем Бордюже. Он выразил благодарность и похвалил вас за отличную работу. Я горжусь вами, горжусь всей кыргызской армией. Глава государства осмотрел новую казарму для военнослужащих, прошел по учебным корпусам и даже заглянул в столовую, где вместе с солдатами отведал каши, а заодно и пообщался. Тут же президент дал команду решить проблему контрактников. Главе государства сообщили, что семьи военнослужащих испытывают неудобства в связи с отсутствием детского сада. И основная часть поездки президента по Оржской области – посещение образовательных учреждений. В интернете президент прочитал о том, что несколько школ в Араванском районе находятся в плачевном состоянии, а где-то и вовсе дети обучаются в палатках. Подобное, как заявил президент, недопустимо. «Знания – самое главное богатство. Мы должны знать, что наша главная цель – образование и грамотная молодежь. Мы должны обращать внимание на обучение детей, тем самым заботиться о будущем страны. Наше будущее – это наши дети. У нас нет ни нефти, ни газа, но есть замечательные дети». Два года назад в школе Берли-Караванского района случился пожар, но занятия не прекращались. Несмотря на то, что находиться в учебном заведении стало опасно. Крыша держится только на честном слове и деревянных подпорках. Начали строительство новой школы. Общая смета – 65 миллионов сомов. Но в этом году Минфин выделил всего три. Такое решение вопроса президент подверг резкой критике. Если начать строить школу, то финансирование должно быть полным. «Мы говорим о том, что нельзя выделять по 3-5 миллионов на строительство. Если стоит 67,5 строительство школы, одно – это слишком высокая цена, на наш взгляд, потому что нужно использовать новые стандарты, сейчас другой век, и можно строить быстрее. И второе – раз уж мы выделяем, надо завершать те школы, которые уже начали». С виду кажется, что это военный полигон. На самом деле в палатках учатся дети. Летом слишком жарко, когда дождь холодно, жалуются учителя. Но другого выхода нет. Школа в селе Мангыт Араванского района после землетрясения тоже пришла в негодность. Сквозь дыры в потолке видно крышу. Президент дал поручение подготовить проект и начать строительство. В республике две палаточные школы – в селе Мангыт и в селе Ахджар на Рынской области. А в общем, в Кыргызстане 160 учебных заведений считаются аварийными и подлежат сносу. Ежегодно на строительство средних учебных заведений из республиканского бюджета выделяется полтора миллиарда сомов. Их не хватает. А все потому, что слишком завышена сметная стоимость строительства школ. В Минобразовании уверены – нужно и можно строить объекты дешевле. Начальник управления капитального строительства мэрии Бишкека занят проектированием опытной экспериментальной школы легкой конструкции. Она будет возведена в жилмассиве Халыс-Ордо. Учебное заведение рассчитано на 750 ученических мест. Сметная стоимость всего 2 миллиона долларов. Финансирует проект китайская компания TBI. Деньги предоставлены как грант. Если проект будет успешно осуществлен, то школу будут возводить именно по такой технологии. Школа, если сегодня школы строим в районе 1000-1200 долларов, в расчете по курсу где-то в районе 58-59, то эта школа нам обойдется в районе 420-430 долларов за квадратный метр. Это под ключ. То есть с оборудованием, со всем инвентарем. Особое внимание уделяется и сооружению спорткомплексов. Там, где раньше мальчишки гоняли мяч на траве, теперь стоит большой спортивный комплекс. Чтобы качать мышцы подросткам Араванского района, не нужно уже добираться до центра. Президент подарил необходимый инвентарь. Этот проект народе уже окрестили залом по месту жительства. Пока я ехал, я был приятно удивлен и рад тому, что в Аши ни один земельный участок не пустует. Все засеяно, на полях ведутся работы. Спасибо вам за ваше трудолюбие. Государство тоже будет оказывать поддержку жителям. В этом году большая сумма вложена в строительство дорог и учебных заведений. Единство страны невозможно без дорог и развитой инфраструктуры. Для этого нужны лишь деньги, время и рабочие руки. Куда сложнее, как заявил президент, достигнуть единства общенационального. Именно об этом больше всего говорил глава государства с жителями. Президент попросил старшее поколение воспитывать детей и подростков более терпимыми и уважительными. У нас у всех одни корни. Пусть это будет Кыргыз или Узбек. Поэтому с самого раннего возраста детям необходимо говорить, что Бог создал всех людей одинаковыми и дискриминация по национальной или иной принадлежности категорически недопустима. Мы должны сохранять в стране мир и стабильность. Тогда и будем развиваться. Глава государства посетил также школу-интернат номер 118 в селе Диарос Харасульского района Оржской области. Он ознакомился с условиями проживания и обучения воспитанников. Алмазбек Атамбаев вручил руководству образовательного учреждения сертификат на 2 миллиона сомов для проведения ремонта.